Европа. Мы откинем историю, почему они обанкротились, там была своя история рейдерского захвата. Мы обратились к моему опыту работы с компанией «Дочки-сыночки», к моему опыту работы с оптовой компанией «Мердель», которая показала мне с двух сторон ситуацию, что может быть в рознице, а что может быть в опте. И, в принципе, к чему мы пришли? Чем является розница, по сути? Во-первых, я хочу разделить сразу два типа розницы, которая не сетевая, то есть это, как правило, два-три магазина. Это не сеть. Это достаточно ручное управление магазином. Есть розница сетевая. Все, что выше, подлежит уже автоматизации жесткой. Если в процессе возникает проблема. То есть чем мы сейчас занимаемся в кризис? Мы первое, что делаем, мы приводим в порядок все свои структурные подразделения автоматизируемых от и до, чтобы все отчеты, аналитики грузились к этому делу. Второе, что такое для нас розница? Мы – канал сбыта. Будь то у нас оффлайн-канал, онлайн-канал, это не важно, мы канал сбыта. Это уже стратегия. Подключаете вы онлайн-канал, подключаете вот соцсети, либо их не подключаете. Если говорить об объеме продаж сейчас в онлайн-каналах, даже у крупных сетей, например, берем те же дочки-сыночки, я знаю, что онлайн-рынок занимает в их сети 17%. То есть сразу анализируем, какая ситуация. Я общаюсь плотно с компанией Риббош. Мы связались с их маркетологами, я участвовала в их вебинарах. Мы проговаривали, какая ситуация. Значит, да, у них возник спрос на ходовые товары, такие как шампунь и крема, то, без чего люди купить не могут. Но при этом упал спрос совершенно на другие каналы, на другие товары. Соответственно, я поинтересовалась, какая статистика продаж. Они сказали, на жизненно важные товары спрос вырос на 50%. Все остальное в провале. То есть статистику смотрим дальше. Мы пошли дальше. Какие проблемы? То есть мало того, что мы канал сбыта. И сейчас, в принципе, ситуация простая. Есть понятный канал избыта с большим количеством магазинов. Есть маленький канал избыта, и у каждого будут свои проблемы. Есть канал избыта, который находится в городах, где есть градообразующие предприятия, которые можно повольнять в таком большом количестве. И где этим предприятиям будет оказана госпомощь. Соответственно, будут влиты деньги. И эти деньги пойдут дальше вниз в спрос. Все зависит от города. Если, на наш взгляд, опять же, мы не претендуем на истину, да, если в городе есть большое количество предприятий, которым помогут, которые помогут своих сотрудников, либо это продуктовые предприятия, либо это аграрная отрасль, да, которая не будет в таком виде пострадавшей, соответственно, этот город будет генерить спрос. И там будут дальше развиваться товарные. Так, как сказал Маркс, все идет с розницы наверх. Идем дальше. Если говорить о плане, кризисном плане, да, то первое, что важно, вы поняли, что такое канал избыта, да, грубо говоря, мы поняли. Как мы работаем по этим каналам избыта, как простроены наши коммуникации там, как мы будем налаживать спрос, и где будут какие проблемы. Поскольку мы находимся в Москве в большей своей части, для нас, конечно, это не будет такой серьезный, ну, скажем так, таким серьезным вредом, как для компаний, которые находятся в регионах. Что дальше? Дальше подключается юридическая часть. Это очень важный вопрос. Потому что есть ряда предодательных. Есть прекрасное интервью господина Агаларова на Ютубе. Плюс тот опыт, который у нас есть по работе с торговыми центрами, вообще всего у нас было отжимое магазин за всю нашу деятельность. Да, это немного, но и немало. Соответственно, были закрыты какие-то магазины, какие-то были договоренности, передоговоренности. По нашему опыту, из всех ситуаций, мы сами довели до конфликтной ситуации с единственным арендодателем. Со всеми остальными арендодателями можно договориться в той или иной мере. Опять же, у вас будут неприятные этапы переговоров, где сначала они будут кричать и истерить, потому что, общаясь сейчас с арендодателями, у нас есть уже по нашим торговым центрам понятные соглашения. Мы сразу же среагировали перед этим кризисом. Мы написали всем письма, что мы платим 20% от товара оборота. Мы ежедневно от своего товара оборота по каждому торговому центру, в зависимости от того, сколько мы получали деньги, денег отправляли 20% от товара оборота. Что это позволило нам сделать? Эта мера была сразу же предпринята нами в марте. На конец марта мы получили от всех торговых центров положительные письма. О том, что коллеги, да, мы видим, что вы стремитесь, стараетесь, давайте договариваться. Соответственно, на сегодня у нас есть ученые соглашения, где торговые центры нам дали фикс небольшой в размере 30% от аренды. И, соответственно, говорят о том, что давайте либо там с превышением от товара оборота вы платите. Здесь мы уже думаем сейчас, как все-таки мы поступим. Либо мы будем их снижать до 20%, либо согласимся на это. Для того, чтобы нам принять это решение, мы собрали, в принципе, финансовую модель. Простую финансовую. Мы взяли, у нас есть аналитика наших трафиков. Если говорить о маленьких сетях, я бы рекомендовала основываться на количестве чеков, сделанных вами за прошлый период. То есть у нас есть трафик, трафик входной магазина. Мы взяли этот трафик, потому что он и является спросом. Умножили на понятную конверсию, которая типовая и стандартная, которая выведена у нас статистически. Умножили на средний чек, что касается среднего чека. На мой взгляд, он будет расти. Потому что в любом случае доллар вырос, поставщик поднимет цены, и порядка на 20% средний чек вырастет. Соответственно, исходя из этого, получилась понятная финансовая модель. То есть вы определили структуру своего дохода. Следующим этапом мы определяем структуру расходов. С арендодателем мы можем поступить таким образом. С сотрудниками. Берем сотрудников. Полностью, Анатолий, вас поддерживаю в 100%. Автоматизация, где можно сделать так, чтобы было маленькое количество сотрудников, надо к этому стремиться. Потому что все это в любом случае это а, деньги, б, персональные трудозатраты на этот персонал, с, это их ошибки, которые будут накладываться дальше на ваш бизнес. Соответственно, мы пересмотрели весь свой коллектив. Мы приняли решение, что мы организуем работу офиса. Офис у нас весь согласен. Мы полностью сократили за счет этого заработную плату офису. И, соответственно, сейчас уже выстраиваем взаимодействие и коммуникация на удаленной работе. Понятно, что не полностью. Понятно, что два раза в неделю мы будем приезжать в офис, синхронизироваться, получать результаты. Мы пересмотрели всю розницу. Посмотрели, какие магазины мы можем скрестить друг с другом. Где мы можем людей немножко уменьшить смены и пересмотреть заработные платы. На сегодня мы уже заработные платы в рознице все пересмотрели в минус. Потому что выйти со структурой дохода, которая будет, с теми структурами расходов, которые были до этого, невозможно. До этого родился какой-то логичный план. Сейчас у нас остался один вопрос. Какой будет спрос? Я свою позицию по поводу спроса обозначила. Что те города, где есть системообразующие, градообразующие предприятия, выйдут на какой-то уровень спроса. Мы прогнозируем падение на минус 30% в Москве по трафику. Это наш прогноз. По прогнозам, когда случилась ситуация в мае, у нас упал трафик. Да, у нас упал трафик в марте месяце по сравнению с прошлым годом на 57%. Я опять же подчеркиваю, что у нас высокотрафиковые магазины. Мы оставили только лучшие площадки, те, которые генерят высокий трафик. Соответственно, 57% это было падение трафика. Если мы смотрим, что в период истерии, массового кризиса, это было 57%, то в Москве сейчас люди дальше выйдут. Через какое-то время они наберут обороты и пойдут дальше. Соответственно, да, мы отработали юридическую часть. Юридическая часть — это не просто написание писем. Написание писем — это переговорный процесс. То есть сейчас что накроет кредиты? Интересно, это накроет кредиты из клоки с банками. Мы провели со всеми своими банками переговоры. У нас полностью по всем кредитам получена реструктуризация. Основывались мы на тех письмах, которые изданы были государством. То есть мы включили в отрасль пострадавшую. Это позволяет для судов, мы проконсультировались, у нас есть друзья-суди, мы проконсультировались, как будет правильно выстраиваться ситуация. Это позволяет нам в рамках суда именно этот фактор, что мы не имели злого умысла, не выполняя свои обязательства. И по сути, это форс-мажор. Нам несколько человек в голос сказали, что да, мы как судей признаем этот факт форс-мажором, но неофициально. Есть постановление Верховного суда, уже на сегодня есть разъяснение, от 21 апреля, что форс-мажор, соответственно, судей будут признавать на свое усмотрение. Поэтому сейчас от вас, как от коммерсантов, что зависит, как вы соберете документы по своему региону, какие издавались постановления, указы, на государственном уровне, как вас включили, именно как отрасль от данной ситуации. Для внешнеэкономических контрактов ТПП выдает уже на сегодня сертификаты, уже на сегодня есть положительные решения по ТПП о том, что это форс-мажор. Соответственно, что касается банков, есть разъяснение ЦБРФ. У нас был конфликт с одним из банков, где мы подняли это разъяснение ЦБРФ, и банку объяснили, что если сейчас мы не договорились о реструктуризации, то в этом случае мы обращаемся в Центробанк, который прямо вам указывает, что пострадавшим отраслям обязательно выдать реструктуризацию. То есть мы шли в несколько этапов. Финансовая модель, физическая часть, в части аренды, какая будет ситуация, и как мы будем действовать. Мы понимали, как будут действовать арендодатели. То есть сейчас, по сути, какая часть получается? Часть мы связались со своими коллекциями, я сразу обозначу. Компания Кари, для всех известная, огромная компания, полностью отказалась от своего заказа осень-зима. Полностью. От всей коллекции они отказались. То есть, скорее всего, они прогнозируют, что спрос на их продукцию будет настолько низок, что они будут торговать теми остатками, которые у них остались. Я не знаю, какая структура у них товарного остатка и ассортимента, поэтому это просто мой дом. Соответственно, что делать? Сейчас все ритейлеры, кто стоят в крупных торговых сетях, объединились. У нас есть понимание по торговым сетям, которые, в принципе, по торговым центрам, которые, в принципе, сейчас находятся в состоянии паники, и у которых на сегодняшний день, соответственно, есть кредитные обязательства, которые они никак не могут обойти. Есть кредитные обязательства, да, есть кредитные обязательства, которые они никак не могут обойти. У Сбербанка по поводу торговых центров четкая позиция. Мы будем забирать все объекты, если вы платить не будете. То есть, есть торговые центры, которые действительно будут сейчас истерить и страдать, и нам придется искать точки соприкосновения. Опять же, понимаете, какая позиция наша? Мы вместе, вот мы розница, вы торговые центры, вы поставщики, мы все вместе находимся в ажке. Если мы сейчас не начнем искать все вместе точки соприкосновения, то дальше пострадают все. Пострадаем мы как канал сбыта, пострадает торговый центр, потому что у него не будет клиента на наше место. По причине, что люди не будут сейчас так тратить деньги. Это объективная реальность. Пострадает, соответственно, поставщик, потому что у него не будет канала сбыта. Думать о том, что мы сейчас весь товар раскидаем в маркетплейсе, но это несколько... Для меня, я даже не претендую на индивидуальность, утопичная история, потому что у нас люди в России, они социальны, понимаете? Им нужно выходить куда-то и коммуницировать. Они не будут сидеть в интернете и заказывать в маркетплейсе. Раз. Два. Маркетплейс – это большой черкизовский рынок. Мало того, что очень сложно найти товар, надо действительно иметь очень серьезную позицию по бренду для своего клиента, чтобы он искал именно твой товар. Поэтому для меня несколько... Это история какая-то такая цикличная и, ну, странная. То есть, есть розница-канал, есть маркетплейс-канал, и все должны договориться. Здесь не будет другого варианта. Идем дальше. То есть, юридическую часть, если вы отработали, это банки и это аренды, то дальше у вас возникнет следующая проблема. Какая проблема возникла у нас в период первого кризиса? Мы столкнулись с неадекватными, некачественными сотрудниками, токсичными, которые писали неадекватные отзывы, при этом они получали огромные заработные платы. Соответственно, они писали неадекватные отзывы. У нас похитили инстаграм-страницу. То есть, наверное, со всем объемом проблем, которые есть. Когда я созвонилась со своими американскими коллегами, они мне сказали, Таня, у нас в Америке есть такое движение токсичных сотрудников. Что они делают? Они писать отзывы, начинают гадить для того, чтобы выбивать для себя преференции. То есть, в Америке уже есть такая история, как терроризм сотрудников и терроризм потребителя. У нас еще эта история не развита. Но в период кризиса каждый коммерсант будет для своего сотрудника, знаете, как этот сотрудник зайчика, а ты волк. То есть, каждый сотрудник будет норовить вас укусить, оскорбить, написать гадость, особыть эмоциях, с ним проститесь как-то не так. Я просто делюсь, соответственно, своим опытом. Каждый для себя решит, что делать дальше. То есть, первое, что я из этого вынесла. Однозначно, когда вы прощаетесь, вы прощаетесь быстро, сухо и безоговорочно, после четкого анализа все-таки, кто вам действительно нужен, а кто вам не нужен, кто просто отнимает у вас деньги. Второе, вы четко с этим сотрудником подписываете все документы вплоть до соглашения о конфиденциальности, чтобы хотя бы элементарно ему потом об этом сказать и написать заявление об этом. Третье, вы обязательно принимаете у него работу, потому что с чем мы столкнулись? Из-за объема на нас работы мы половину работы у людей просто не приняли. То есть, люди получили свои деньги, и ушли, в результате сейчас за ними переделывается эта работа другими людьми, и мы тратим на это деньги. Поэтому вот эти факторы все очень важно учесть. Меня часто спрашивают, как ты увольняла людей, все хотят там два оклада. Все это делается просто. Коллеги, соответственно, давайте, значит, устраиваем аттестацию, аттестацию не проходим, либо мы расходимся сейчас миром. То есть, юридические техники на это есть, и не надо там, ну, как бы, ничего придумывать, никаких велосипедов изобретателей, никакие суда идти. Третье, они, конечно же, напишут в прокуратуру. Конечно же, на меня написали в прокуратуру. Мы ходили в прокуратуру, прокуратура полностью нас поддержала, ровно так же, как и трудовая инспекция. То есть, пугаться этих органов не надо. Все там люди, все вменяемые, все неоднократно сталкивались с такими ситуациями. И все это будет проходиться пошагово. То есть, вот эту юридическую часть, там, где у вас пробелы, то есть, там, где вы не понимаете, что будет с судами, это пугает, что будет с банкротствами, это пугает, что будет с налогами, это пугает, что будет с сотрудниками, с трудовыми и же с ними, это пугает. Вот эти части надо просто устранить, эти пробелы закону. Дальше, аренды, в принципе, все пойдут на коммуникации, как я уже говорила дальше. Автоматизация. Те сети, которые сети, основной вопрос сейчас автоматизироваться, чтобы у вас процессы были отстроены. Наша проблема первого кризиса была в неотстроенных процессах. Быстрый рост отстроенных процессов. То есть сейчас мы как бы понимаем, что это супер важный момент. Вот именно в этот момент у вас есть возможность действительно серьезно отстроить эту историю. И, ну и с сотрудниками я закончила. Опять же, моя позиция, что, на мой взгляд, для нас сейчас очень важна ассоциация. Для того, чтобы мы могли говорить, что вот есть розница и есть такие проблемы, потому что у розницы с поставщиками тоже есть свой пул достаточно серьезных и больших проблем. Ставится товар в маркетплейсы по разной цене. Розница не может продавать товар одинаковой цены, как с маркетплейсом. Не отстроена система логистики, неправильно сформированные заказы, отсутствие возможности вернуть товар, который залежал и на полках. Все эти проблемы влекут к уничтожению своего канала сбыта. Почему вы говорите, правильно вы, Михаил, говорите, о том, что одежная розница, детская розница, продуктовая розница, отстроенные системы, там есть все эти проблемные части, которые отработаны с возможностью, то есть есть понятная регуляция отношений поставщика и покупателя. В нашей отрасли регуляции нет. И я говорю о том, что нам надо сейчас, не завтра, не послезавтра, сегодня найти эти точки регуляции для того, чтобы мы свои каналы сбыта развивали, а не гробили. Сейчас нам придется бороться за сбыт. У меня все, спасибо. Татьяна, спасибо огромное. Очень структурно, интересно, полезно, познавательно. Благодарю за такое активное участие. Я попросила опыт его прохождения кризиса. Вот я говорю, ну, опиши мне опыт, пожалуйста, вот какой кризис проходил, да? Кризис 98-го, кризис отсутствия, 90-х годов, да, кризис отсутствия спроса. То есть, ой, отсутствие, простите, сбыта. То есть не было ничего, нужно было формировать сбыт только. Да? Кризис доллара – это свой кризис. Там есть понятные механизмы. Он говорит, понимаешь, эти механизмы цикличны. Вот сколько раз я проходил кризис свой, столько раз я наблюдал за цикличностью этих механизмов. Да, повторяющихся механизмов. Когда я сейчас думала, о чем у нас сейчас кризис? Ну, вот о чем сейчас? Вот если задуматься, в стране действительно есть деньги. И действительно, если вы поднимете баланс, есть открытые источники, баланс нашего государства, у нас деньги вешаются на другие счета, их просто прячут. Я знаю, я очень тесно работала с госорганами в свое время. Я знаю, что денег выделяется столько, что многие даже просто не расходуют бюджетные деньги. То есть они под Новый год начинают экстренно искать, куда их засунуть, потому что их за это ругают. Понимаете? То есть деньги в стране есть. Когда я послушала Говарова, у меня родилась, в принципе, своя понятная картинка. Сейчас у нас ситуация, когда мы просто вынуждены слезть с нефтяной иглы. У меня есть друзья, которые работают в нефтяных компаниях, у них уже начались сокращения на сегодняшний день. У них уже сокращены заработные платы, уже пошли увольнения сотрудников. Мы вынуждены перевести свой поток денег государства в реальный сектор экономики, потому что в том состоянии, в котором мы сейчас находимся в России, это недопустимо. У нас налоги на уровне развития Англии. При этом у Англии и у Германии нагрузка на кредитную нагрузку составляет всего лишь 2-4%, а у нас на минуточку средний рыночный процент, 16% кредитной нагрузки. При этом у Англии и Германии высокий уровень внутреннего спроса потребления, а у нас из-за этого уровень спроса низкий. То есть наше государство пытается регулировать уровень спроса и деньгами, тем самым не давая, не вливая деньги в реальный сектор экономики, а регулируя его вот этим потребительским бесконечным кредитованием и поддерживая банки. Поэтому какие они сейчас примут решения? Как эти решения отразятся на нас? Вот за этим надо следить, действительно внимательно, четко следить. Это первое, что вот я поняла из нашего с ним разговора. Второе. Кризис доллара есть сейчас, он будет. Пострадают поставщики, которые будут получать товары, шить его совершенно за другие деньги. Я не знаю, что в Украине с уровнем производства, но я подозреваю, что в любом случае все эти закупки делаются из-за рубежа. И это опять же тот же доллар. Соответственно, то, что ты можешь сделать, это только минимизировать суммы на отшивку товара. Все. Но по сырье ты получаешь извне. В любом случае это доллар. То есть мы привязаны к этой истории. Без этого мы никуда ни вправо, ни влево не пойдем. Кризис доллара приведет к тому, что мелкие сети в городах, где не поддерживается государство, предприятие, будут закрываться, потому что у них уровень спроса будет серьезно падать. И вот этим мелким компаниям и надо думать, как правильно выстроить свой спрос, чтобы выжить на рынке. Какой товарный запас я должна иметь? Это то, что вот мы проговаривали с Димой, потому что мне кажется, что они имели магазины в каждом. Вообще всюду. То есть центр обувь была всюду, где только можно. Соответственно, следующее, что он сказал, что они видели, потому что они работали и как опт, и как розница. Он сказал, да, закрывались регионы серьезно. Следующее, что он сказал, в любом случае крупные города могли сжиматься, но не совсем падая. Дальше у меня есть опыт работы с дочками-сыночками. Когда, я не знаю, у кого из вас, коллеги, были, была сеть дети, она достаточно крупная сеть. То есть, что делали дочки-сыночки? Когда они вышли на рынок, они были маленькой, уфимской компанией. Потом они вышли на рынок, начали в Москве развивать свою розницу. Соответственно, следующим этапом начали закрываться их партнеры по работе, ну, скажем так, их конкуренты. Сначала закрылась банана мама, собственник сориентировался, быстро выкупил ее торговые площадки и товарный запас весь. Дальше закрыл, это на моих глазах происходило. Дальше закрылась компания дети. Был огромный скандал наверху, все там топы, его убеждали, что этого делать не надо, но он полностью выкупил весь Питер и несколько регионов вместе с товарными запасами и с ремонтами магазинов. Все, что они сделали, они просто поменяли вывески. Опять же, здесь разговор, понимаете, разные, вот как правильно до этого было сказано, разные условия входа на мир. То есть, получается, что у них была отлаженная структура детского бизнеса. У нас сетей, как таковых, нет. С кем конкурирует Москва? Таким образом, у нас, соответственно, у нас, соответственно, не будет возможности как-то это продвигать. Вот это моя позиция. Хорошо, спасибо. Все, давайте мы не будем сейчас акцентироваться на тем, на том, на что мы не влияем, а вот сосредоточимся на наших таких проблемах, насущных. К сожалению, Елена Лучко, ну не можем мы тебя, я тебя сейчас и не вижу, дать тебе слово. Вот, давай, у нас следующий, следующий, через неделю мы снова будем встречаться. И заранее мы с тобой все настроим, и ты расскажешь, потому что твой опыт, конечно, важен. И интересно было бы тебя послушать. Тебя послушать. Так, кто еще хочет сказать у нас? Или вопросы опять включаются? Мы сделали градацию своих магазинов следующим образом. У нас есть высокотрафиковые магазины, среднетрафиковые магазины и низкотрафиковые магазины. На высокотрафиковых магазинах мы накладываем, здесь должен быть баланс показателей. То есть у нас, у розницы, существует три четких показателя. Это трафик, это конверсия, и это средний чек. Соответственно, если вы хотите составить себе финансовую модель, то вы начинаете с трафика. Вероятнее всего, у многих сейчас отсутствуют камеры, счетчики. То есть на этом экономить нельзя, ни в коем случае. То есть есть прекрасная компания, в Москве она работает, и раньше у нас была компания Ведеон, она работает по всей России. Соответственно, эти камеры-счетчики, они очень чувствительные, они дают реальную картинку, какое количество трафика входит к вам в магазин. Когда вы первый раз собирались... Здесь, наверное, давай попроще. Вот есть оборот 500 тысяч рублей магазин дает, и поэтому, ну какой ты рекомендуешь все-таки процент из своего, исходя опыта? Можно спокойно... 500 процентов, не больше. 20 процентов. Аренда должна составлять 20 процентов, не более. Спасибо. Это по нашему сегменту. Вообще, вообще вот вчера, добрый день, мы еще раз общались с уносить и Милана, и вот мы тоже это обсуждали, именно меня интересовал вопрос аренды, потому что у него там и в разных городах, и вот у нас вместе с ним и в Орехово-Зуево, и в других городах магазин, вот. То в целом действовать все-таки, слажено всем арендаторам, как обычно, не в борьбе с арендателем, я хочу подчеркнуть, тут бороться, это и там до суда доводить, это очень неперспективное занятие, ведущее к потере отношений. Тут нужно действительно договариваться, нужно понимать, какие этапы переговоров будут. Поэтому все арендаторы настроены на процент, естественно, от оборота, и правильно вы сказали, Михаил, что идет рассмотрение до конца 2020 года, то есть на 9 месяцев сразу, и задача арендаторов, конечно, обезопасить себя, уйти на процент от оборота, 3 процентов, там всякие там мебельные, все остальное, там до 25 процентов, каждый этот процент оценивает, естественно, для себя, исходя из своей расходной части, потому что для нас оборот 500 тысяч, он, в принципе, раньше был интересным, да, и нет такого процента от оборотов 300 тысяч, чтобы нам было интересно, вот, то есть, в принципе, при такой наценке на товар, вот, и когда вы говорили, что упадет трафик, там очень серьезно, там, по-моему, сказали, там на 60%, да, я вот сейчас не помню. Я имел в виду, что вообще, считайте, что у вас оборот упал на 60%. Опыт Китая, да, показывает сейчас, что у них действительно, вот, примерно, примерно в этих показателях, вот, после выхода, да, вот, с карантина, у них трафики торговых центров, вот, именно составляет, там, 30-50%, да, вот. Лучше заложить худший вариант, правильно, чем заложить три, ждать, когда это будет. Поэтому, поэтому нам нужно настраиваться как раз не на один-два месяца, а сразу там до конца года, и когда мы говорим, что, ну, мы по Москве рассчитываем на 30%, это, естественно, не первые месяцы после выхода, это, если брать все 9 месяцев, и предположить, что там второй волны вируса не будет, да, это только, конечно, в этом отношении. Вот. Так, максимально, мы начинаем, продолжаем, вернее, наши переговоры, настаивая на проценте от оборота, кто-то уже согласился, кто-то еще, конечно, думает, еще не дает нам ответа, потому что торговые центры не получили пока должной поддержки от государства, они себя сейчас очень уязвимо чувствуют, и те какие-то налоговые преференции, это все такая отсроченная, казнь, да, те же самые суммы только через какое-то время, вот, поэтому те, кто завязан там на кредитование, там, Сбербанк, там, ВТБ с торговыми центрами, с ними, конечно, договориться тяжелее, потому что настрой банкиров, в случае чего, забрать просто себе эти торговые центры, да, и продать, как хотите. Сбербанк, мы должны немножко так, это более, жарко, добавить буквально, мне кажется, мы что-то увлеклись обсуждением аренды, потому что, мы же вообще-то все розничники отлично понимаем, что в структуре наших затряд, да, это большая, значимая часть, но кроме этого, есть и другие издержки, на самом деле, даже представьте, они нам пойдут навстречу, и снизят там в половину, или на три четверти аренды, если не будет трафика, если не будет, как бы, если мы не достигнем точки безубыточности, то все разговоры, как бы, мы можем лбы разбивать, там, в спорах, в юридических тяжбах, и так далее, и тому подобное, потому что проблема комплексная, мне кажется, мы, как бы, увлеклись, и очень сильно уходим в сторону «А давайте там додавим арендодателя?» Нет, конечно, надо давить, кто бы спорил, но с другой стороны, надо отдавать отчет, что одна из важных вопросов, это вопрос себестоимости товара, а будет ли у нас товар, который мы купим, по тем ценам, потому что к тем ценам, которые были вчера, мы уже не вернемся, насколько будет значим этот рост? Я предполагаю, что рост будет весьма значим, если вырастет цена, мы говорим, что идет очень сильное снижение, ограничение потребления, то мы меняем целевую аудиторию фактически, прям капитально меняем, у нас, вот у меня имитировано порядка 600 тысяч дискотных карт, я отлично понимаю, что если одна шестая у меня сохранится, как бы в нашей розничестве, это уже будет неплохо, мы просчитали, потому что то, что Татьяна говорит, оттолкнуться от прошлого, я не разделяю, как бы ее математической культурой, потому что я считаю, что сейчас ориентироваться на прошлое, это все равно, что по кладбищу делать прогнозы рождаемости, в родильном доме, это было, все, проехали, человек меняет сейчас свою шкуру, меняет психологию, меняет отношение к вещам, я думаю, сейчас к белью будет уже более утилитарное отношение, не такое, как раньше, то есть мы сейчас находимся в такой серьезной фазе, пересмотра многих ценностей, поэтому я просто хотел добавить о чем, что Татьяна как бы очень логично системно изложила, что кроме аренды есть еще очень серьезные составляющие части, это, конечно, прежде всего необходимость детальных расчетов и понимания, должно быть несколько сценариев, я как бы не навязываю свою точку зрения тоже, но хочу сказать, что, безусловно, сейчас карандаш из рук надо никому не выпускать, не только висеть на телефоне, обзванивать поставщиков, магазины и клиентов, нужно, конечно, внутреннюю экономику прямо держать на кончиках пальцев, потому что, даже если мы где-то отыграем, как говорят моряки, неважно, где будет пробой, главное его вовремя устранить на судне, поэтому здесь проблема-то комплексная, мне кажется, мы как-то так, на нас социум сейчас огрызается, на предпринимателей, кризис спроса, если в теории говорить, или кризис предложения, то сейчас мы в каком находимся кризисе? Мы находимся в кризисе и спроса, и предложения, потому что мы не можем продавать, нас изолировали, а люди сейчас сидят, нам рот, мы с вами сами посадили на уровень рота, там в лучшем, или на две трети, а то еще как бы отправили, искать работу, поэтому, слышите, нет, что-то? Слышно, слышно. Поэтому как бы, я очень осторожно отношусь к своему прошлому, ну да, мы тоже там четыре кризиса пережили, но я как бы реалист, я считаю, что его переносить, алло, слышите, что его переносить, ну это как бы, не совсем корректно, не совсем корректно, и даже, если с богатым опытом, я вижу, как сейчас теряется, в моем клубе тоже есть большие предприниматели, я вижу, что часто, как дети, опираются на, на прошлые заслуги, ну это совсем не факт, совсем не факт. Ну, я просто хотела сказать, наверное, не про опыт здесь, а опыт я использую с какой точки зрения? Есть в любом случае статистические данные, и вы как инженер, я думаю, что вы тоже основываетесь на в любом случае каких-то статистических данных. Если говорить о трафиках, да, я что обозначила? Что в период, когда возникла истерия с коронавирусом, наши трафики по статистическим данным упали на 57%. В период, когда в Москве покупали тушенку, покупали гречку, затаривались другими продуктами, наша конверсия, почему я сказала о трех показателях, упала с 15% до 9%. Поэтому мы основываемся исключительно на этих данных. Дальше мы берем опыт прошлых стран. Таня, Таня, вопросик, но вы же еще и сказали, что средний чек у вас вырос. Средний чек у нас не вырос. Я сказала, что я прогнозирую сейчас, что он вырастет. Я сказала, что он вырастет, потому что поднимется цена. То есть, когда мы собираем финансовую модель, мы на чем основываемся? Мы основываемся на трафике, правильно? Вы же со мной согласны? Конечно, мы не можем его прогнозировать. Но... Да, прогнозы. А мы от чего-то должны с вами оттолкнуться, правильно? Чтобы вообще составить для себя какие-то прогнозы и структуру затрат. Структура затрат создается из прогнозов. Сначала вы прогнозируете свой доход. Это логично. Все это понимают, все это знают. Прогнозируем доход как? Мы берем трафик. Я основываюсь исключительно на статистических историях. Опыт я использую исключительно как метод, который помогает мне принять то или иное решение. Я его собираю для того, чтобы решение собрать, проанализировать и дать финальное заключение. Я его не использую как... И исключительно вот мне там... Памятьяна, я... Помните меня правильно. Я не даю вам оценку-то. Я далек от этого. Там, квалифицировать ваши поступки. Вы, наверное, все делаете правильно со своей точки зрения. Я просто как бы добавил, что мне кажется, чтобы флюс-то не получился. Просто по вашему докладу у меня впечатление сложилось, что вы как бы отрыванули так профессионально в область... в область борьбы за свою аренду. Вот. Я просто напомнил, что как бы флюс-то всегда опасно. Наверное, как бы и другие составляющие есть, чтобы коллеги не забывали об этом. Знаете, я, наверное, больше не про аренду говорила. Я говорила про то, что надо собрать свою структуру затрат, структуру дохода и говорить о конкретных вещах. В структуре затрат у нас находится 20% аренды. Вы спросили, какой процент аренды я ставлю? 20%. Потому что у нас определенные коэффициенты на товар. Вы должны посчитать. Вот у вас есть 100%. Сколько у вас занимает процентов товар? Потому что для регионов это другой коэффициент на оценке, совершенно иной, нежели у нас для Москвы. Сколько у вас процентов занимает товар? Сколько процентов занимают сотрудники? Сколько процентов занимает аренда? Сколько процентов занимают иные издержки. И об этом конкретно я и говорила. Из чего мы строились со своей финансовой моделью? Как мы построили структуру дохода? На чем мы основывались? И как мы построили структуру расхода? На чем мы основывались? Все. Больше ни о чем. Спасибо. Логично. Что бы я еще хотел порекомендовать всем нашим, кто будет считать что-то? А вот возьмите и посчитайте курс 100. За 1 евро будут давать 100 рублей. И что получится с нашим бизнесом, с нашими закупками? Это не повредит вам, чтобы понять, что может быть еще. Потому что ясно, нефть уже не будет, наверное, по 30, по 40 и очень длительное время. И поэтому для того, чтобы сбалансировать бюджет, у нас все может быть. Поэтому посчитайте и посмотрите. Значит, если есть желающие еще высказаться, то, пожалуйста, я дам слово или я тогда завершу свое заключительное слово, скажу, и будем ждать следующей недели. Может, она нам принесет что-то новое, интересное, новые пакеты помощи. Так, нет, я не вижу, чтобы кто-то вот поднял руку. Спасибо тогда всем. И еще раз подчеркну, что будем учиться у людей, которые прошли тот путь, который мы сейчас пытаемся пройти. Я на Фейсбуке скидываю ссылку на эти вот конференции. Посмотрите. И потом уже будем обсуждать то, что мы там увидим. Это вам сильно поможет. Но я благодарю всех, кто сегодня был. Нас было сегодня, доходило до 52 человек. Это немало. Всех было приятно видеть. Вот я не дал слова сегодня. Они едут уже в машине Владимиру Суркову и Юлию Гессер. Прошу прощения. Может быть, вы что-то скажете? Вот что значит владение технологиями? Едут в машине, все нормально. С нами на месте. Включить микрофон. А мне включили, да. Ну, не знаю. Владеть технологиями хорошо, могу сказать, наверное. Что еще можно? Не владеть плохо. Просто общий такой вопрос. Конечно, как мы в узком кругу общались, интернет рулит и будет отъедать все больше и больше и больше. Ну, мне не нравится интернет. Ведь новые же проекты это новые какие-то решения, связанные с оффлайном. Все равно это не чистый интернет. Это новые проекты. Да. Ну, я еще раз повторюсь, что я под интернет подразумеваю все-таки скорость. Да. Не то, что там интернет-магазин или инстаграм. Интернет – это скорость. Интернет – это скорость обработки, принятия решений, быстроты взаимодействия, быстроты решения любых вопросов с теми же самыми клиентами, с поставщиками и так далее, и так далее, и так далее. То есть это должно быть быстро. Вот на этом и выстраиваются процессы. Чем быстрее и правильнее выстроены процессы, и чем они быстрее, конечно, вы всех победите. Вот и все. Да. Ну, и еще контент. Интересный контент, который вызывает интерес людей, чтобы они заходили. Ведь это то, что взаимосвязано. Правильно? Ну, это у всех по-разному, да. Юля вот говорит, главное не переборщить. Мы вчера выложили в Инстаграме нашу Лиану 70кк и у нас заблокирована страница в Фейсбук. Мы даже рекламу дать не можем. Слишком много обращений. Я не... Нет, блокировка автоматическая. Автоматическая блокировка за слишком большую грудь в контенте. Фейсбук не верит, что такая может быть. Ну, вот это... Какие чудеса иногда бывают. Ну, да. Вот поэтому, да, контент это с точки зрения коммуникации с клиентами, с аудиториями большие охваты, ты им показываешь свой контент, себя, философию, ну, все, все, что угодно. Модели свои, все, вот коммуницируешь, коммуницируешь, они у тебя покупают, они тебя знают. Вот. Это с помощью контента. Можно как-то... Некоторые могут позволить себе только на рекламе существовать. Постоянно давать, 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 давать рекламу. Тоже такая, как нефтяная игла, только рекламная игла. Вариантов взаимодействия много. Можно накапливать аудиторию в Телеграм-каналах, что никто еще не делает, например, своих. Ну, там тоже контент. Он не такой, как в Инстаграме, например. Там другой контент. Там писать надо. Поэтому каждый выберет свой канал, может, группу каналов и будет контентом, песнями, плясками взаимодействовать. У меня все. Сейчас себя включу. Спасибо большое, Владимир. Хорошей дороги. Будь внимательным. Спасибо. Вот. Хорошо. Ссылку на Facebook просят. Так, как мне ее дать? Прошу. Прошу. Просто прошу. Это твой, да. И свой, да. Свою ссылку, да. Так что, Уваров Михаил, набирайте в Facebook и все. Там найдете меня. Я сразу выскочу. Так что, это я сделаю там в течение 15 минут. Можете уже заходить, посмотреть. Спасибо всем. Рад был вас видеть. Обращайтесь. Пишите. С кем-то мы скоро встретимся. С кем-то, может быть, попозже через какое-то время. спрашивают, где в Instagram. У меня нет в Instagram. Есть Ольга Уварова. А я в Facebook обитаю. Так что, давайте туда. Спасибо всем. Рад был вас видеть. И до новых встреч. В пятницу. В пятницу. В это же время. Ну, в смысле, в 12. Все. Всех закрываю. Спасибо. Спасибо.